Можем ли мы здесь чем-то согласиться? Это точно был самый странный эпизод американской истории ужасов за долгие годы. Но мне кажется, это именно тот эпизод, который нам был нужен для ясности. Ладно, может быть не ясность, но предысторию того, что развивалось. С неприятными сценами, некоторые крововые и жестокие, и отсутствием в этой серии Эми Робертс и Ким Ка, давайте рассмотрим эпизод и все, что удалось из него узнать. Вот американская история ужасов. Delicate, сезон 12, эпизод 7, разъяснение концовки. Должен предупредить, этот клип будет содержать спойлеры. Связь Аделины и план Кобеля. Знали о связи Аделины с вороньими головами. Она дезертировала перед смертью, и мы думали, что это могло послужить причиной ее убийства. Но эпизод подтвердил это. Датируется 42 годом Найер Эре. Мы видели, как Айви родила близнецов Соню и Аделину. Так мы первый раз узнали, что Соня связана с Аделиной. Декстер не знал Соню. Аделина не представила его родным. Она бежала от них, боялась их. Показалось, что Айви, Соня и Аделина умерли после родов. Но появилась голова ворона с красным ожерельем. Похоже, это Соня, персонаж Ким Кардашьян. Судя по фото, она как будто вернула их с того света. Предполагаю, это связано с основным принципом кабеля. Дать желаемое, но заточить в несбежное. Например, дав жизнь Айви и ее детям. Она привлекает их к Шивон и дарит силу. Но, как мы видели, она может легко отнять это, если они не подчиняются. Мы отправились из 42-го года нашей эры, в 1443 год в Голуэе, где заметили первые признаки, что Аделина хочет уйти. Она говорила, что их действия были не для общего блага, а для ее блага. Что показывает, что Шивон извлекла выгоды из зла, которое было совершено. Аделина, кажется, в прошлом тоже носила детей, учитывая, что когда Николета посетила ее в 2013 году, она принесла зубы ее ребенка и спросила, не хочет ли Аделина оставить их себе как сувенир. Тот факт, что она отказалась, показывает, насколько она ушла от своей семьи, и убеждения, которые у нее были несколько сотен лет назад, все еще в ней. Но что больше всего меня сбивало с толку, так это то, что Аделина продолжала проводить свои сатанинские ритуалы в уединении за своим рестораном. Я не была уверена, если она призывала свою семью, или они просто появлялись, когда она это делала, но, несмотря на то, что она дезертировала, она все еще чувствовала тягу к этому. Это, наверное, связано со словами Айви о невозможности уйти от семьи. Они отчаянно хотели ее вернуть, но, поняв, что она не вернется, вскрыли ее, измазавшись кровью ее и ее ребенка. Затем подожгли, так создав обстановку преступления, где, говорят, она погибла в ресторане пожара. По слухам, Талия, предав подругу, вступила в группу Телеграм, продала компанию за миллиард. Если она родит демонов, Талия будет выбирать следующую жену для Декса и будет выносить и рожать самый чистый продукт. А это жена. Анна. Представлю, что это чистейший продукт. Ведь Декс – потомок отца, возможно, Шивон, о которой я расскажу. Может создать чистейший продукт, совмещая оба аспекта в новом поколении. Отец Декса – один из самых странных моментов в эпизоде. Произошел под его конец. Декс нашел тест на беременность Аделины в ванной, что, на мой взгляд, было немного неуместно, учитывая, что она хотела сохранить это в секрете. Он позвонил родителям, надеясь сообщить хорошие новости. После того, как они не ответили, он пришел к ним и увидел две ворони головы, которые вливали кровь в маму Декса. Она была без сознания, отравленная хлороформом, но у стола отец Декса был близок с одной из вороньих голов, на которой было красное ожерелье. Мы не видели, кто скрывается за маской, но учитывая, что были фотографии Ким Кардашьян на сете, она была запечатлена с ожерельем, которое также было показано в «Так же был трейлер», указывающий на Шивон как на человека, была близкой с отцом Декса. С отцом Декса. Декс наблюдал за всем, был обдушен, и его отец приказал стереть его память. Это то, о чем говорила его мать. Хотела, чтобы Декс показал. Однако память Декса стирта. Он не помнил произошедшее. Так же становится жертвой, как и его мать. Возникает вопрос, какова роль отца Декса? В течение эпизода был таинственный персонаж, упоминаемый как она, и этот человек, казалось, был вожаком всех, поскольку Иви и Соня хотели ей угодить. Предполагаю, что они говорят о Шивон. Она сейчас влиятельна, можно представить, что это отражено. В прошлом эпизоде говорили, что женщины отказываются от мечт в стремлении стать матерями. Иви сказала, что женщины ничего не создают и им нельзя, поскольку они женщины. Предположим, начиная с 2013 года, Шивон отдаляется от отца Декса и стремится к власти. Отец Декса руководит всем, но, похоже, Шивон хочет взять часть власти. В конце эпизода было заявлено, что Аделина вышла за него замуж, чтобы показать ему средний палец. Если Шивон — это человек, с которым был отец Декса в конце, и он сказал, «Это так ты была создана», вот почему Аделина может надуть Шивон, возможно, она его мать. И это более лично. Это лишь теория, но у нее основание. Или альтернатива основана на обиде Шивон к отцу Декса и что она не является его матерью. Аделина с его сыном — причина того, почему она испытывает неприязнь к этому. И все же чистый продукт может быть, потому что демонический ребенок от Декса, родственника, кажущегося главной головой. Невинность Декса. Были моменты этого сезона, где казалось, что Декс знает, что происходит, но я думаю, эпизод подтвердил, что это не так. Он глубоко любил Аделину и хотел семью с ней. Он говорил вещи типа «Я люблю тебя больше, чем смогу любить кого-то» и называл ее любовью жизни. Но сейчас он с Анной, предыдущие слова теряют значение, отсюда становится интересно, не затерты ли воспоминания о Аделине из его разума, ведь кое-где это выглядит возможным. Декс явно не владеет всей информацией и не помнит всего. Мое замечание по эпизоду. Двоякое впечатление о серии. Не считаю ее лучшей, но отдаю должное смелости этого эпизода. Серия подкинула контекст к многим вопросам через весь сезон, но актерская игра иногда была слаба. Кара Долевинь мне совсем не зашла. Я много думал о ней за сезон, что говорить не люблю, но все как-то слишком драматизировано. Диалоги кажутся надуманными. Она была моим наименее любимым исполнителем в этом эпизоде. Вторая часть Деликатного, кажется, не справляется деликатно, решив протащить нас через последние эпизоды. Я думаю, что перерыв посреди сезона немного повредил шоу. Это дало нам время оторваться от мира, отодвинуть все на задний план, теряя всю динамику. Был перерыв пять месяцев, слишком долгий между сериями. Учитывая, что впервые мы видели Аннабель Декстер Джонс в роли в этом сезоне, я думаю, она сработала замечательно. На самом деле она была одной из лучших в этом эпизоде. Игра Аделина и Сони была сильной, казалось, близнецы играли разные лица, за что я хвалю. Хотя эта серия была нормальной и привнесла новизну, я точно не могу дождаться возвращения Эммы Робертс на экраны в следующую неделю и возврат к основной истории. Осталось всего два эпизода, и кажется, история может пойти множеством способов. Поэтому с нетерпением жду, куда же она пойдет. Так вот, американская история ужасов деликатес. 12 сезон, 7 серия, объяснение концовки. Как всегда, спасибо за просмотр видео. Увидимся в следующем.